это ужасно это страшно это я готова впервые сдать этот анализ все девочки взяли у меня кровь из вены я если честно просто не ожидала расстроена и просто чувствую что моя энергия вся высосала в общем мои хорошие я собралась такая красивая вся вы наверно к уже меня такой видели просто сегодня у племянницы мой день рождения и новоселье у брата в предыдущем видео вы могли наверное все это уже видеть я просто решила не совмещать влог дня рождения и новоселье с моими всякими болячками вот этот влог у нас же такой уже все я иду сейчас к врачу еду на улице ливень у меня вот все прям я чаю прям нормально ощущаю что мне что-то с организмом не то вот остается уже у меня 25 минут ехать мне 15 14 15 минут все еду в другой город в аксай сегодня на там принимает это терапевт у которой я уже была года два назад или может быть даже три не помню с какими симптомами что меня беспокоило ну точно не кашель не такое было потому что это у меня вот только в прошлом году было и вот в этом сейчас да в прошлый раз я уже говорила да что она сказала больше спите там то все анализы мне были нормальный хороший в общем я делала так как она сказала и все стало действительно в норму сейчас пойду у нее прием стоит 1200 повторный прием стоит 800 и там же у них берут анализы всякие я взяла уже с собой денег кучу сейчас будем расплачиваться за наше здоровье узнаем что сколько стоит и нашли на какие анализы на меня пошлет смотрите какой ливень просто фигачит я уже пришла в клинику я шум какой-то дождя жду приема доктора сижу уже время половина желудочного содержимого который содержится на кислоток пищевод вплоть до язвы пищевода и кровотечения и заброс может быть такой как фонтан когда попадает содержимое рукава кидаю страдать связки ужасно сейчас мне это слушать очень много сразу начинают идти но смотрите есть другой тем более если вы говорите проблему желудка нет она была в детстве сейчас у меня проблем с желудком вообще нет я бы не начну что-то болел живот минимум по санаториям там водила как бы вроде как что-то меня полежать да не знаю никак не доказывали там я на лечениях каких-то вам серьезных не лежала в санаторий все время отправляли потому что вот что-то меня там беспокоило живут болит болит и отправляли я бы на это не не отталкивалась бы от этого я бы лучше как вы говорите общий анализ крови он покажет на волосы мы просто смотрим чисто это не стопроцентно мы можем подозревать если у вас из аллергии и человек аллергии туда если там фракция называется лейкоцитом эотинофилы если у вас аллергическая реакция но имеется ввиду остро энергетическая если хронический процесс контакт с пылью постоянно она может не показать тогда у нас возрастает эта фракция эотинофила но тут опять-таки да у нас больше всего аллергия на что на природу цветение только начинается а вы уже как бы да болеете тогда контакт должен быть где-то в быту какой-то там книжного при домашних вещей но он бы тогда не был бы одно и то же но вы бы страдали при каждом контакте это значит вы страдали круглый год тогда это сейчас у вас исключается тем более вверх она по другому проявляется у вас кроме бы кашляр у вас было слезотечение зуд вот этот постоянный износов отделения и по типу не кашель а то тебе есть бронхоспазм потом постепенно вот этот контакт бытовой который вот с вещами которые мы контактируем даже на еду то есть есть у нас энергии такие облигантные пищевые в частности как утром и морепродукты это страшно то есть при постоянном контакте это было бы вот контакт был бы у вас круглый год у вас была а еще вот я сказала не сказала что вечером когда я спать лежит мне воздуха не хватает первую еще даже сделает щитовидку гормон такой скрининг гормон детали это функция определяется это кровь там стоит кровь извертый сдается не смотрится вот эта функция гормона все из нас и щитовидка у есть функции в любом случае она должна быть в норме не больше не меньше то что это как батарейка наша и если меняется состав гормона то меняется и тогда размеры и формы стовидной железы изменять свою структуру вот и третий вариант вот это пишет им каши ну неприятный дискомфорт это даже не каши это вот такое подкашивание которое вот вам кажется что или попёркивание какое-то или дискомфорт лоб смотрит ну туда глубоко смотрит а что она глубоко смотрит она куда смотрит а нам же чем вы сейчас конечно я ничего не вижу там она должна посмотреть на именно глотку вашу там где прям связочки тоже каким-то прибором есть туда какие-то какие-то которые вы должны исследовать и поставить точку напишите и направление вам исследовать просто по желудку по идее если мы подозреваем и у вас там что-то было и вот вы чувствуете но другой стороны есть такие препараты называются блокады протонной пункты тот самый банальный мипрозон если у вас есть этот заброс и рефлексная проблема то в любом случае вы эти препараты должны начинать пить это единственный препарат который включает это состояние то есть у вас не будет раздражения цельночного аппарата и вот это подкашивание ну это как бы процесс не быстро вы страны вы описываете четко остроту процесса да вот и ингалироваться где-то там два-три раза и в день два раза даже хватит не начать вы когда болеете вы начинаете с хорошения солевыми растворами типа морской воды или просто без раствора нос но блин не это тоже про необходимости это все время забываю не люблю это против ну смотрите поможем сейчас даже при поведении вот это промывание но она должна быть у нас подходить как под фитроствор слабого концентрации почему в этом весь смысл вот когда вы начинаете заболевать любому человеку потому что вот эта концентрация соли оттягивает на себя отечность и лишнюю жидкость и у вас проходит отек слизистых тем более что он является какой-то степени антисептиком как бы это все лоры сейчас советуют и ну они готовы придумали они продаются и кучу много аквалор аквамарис и там еще какие-то концентрации или можете сами разводить любую соль может морскую лучше одну четвертую ложечку не я покупаю у меня сцену делаю регулярно и вот эти вот все явления вы можете делать почему потому что ну это вот в основе лежит как бы а потом уже если страдает наполнение добавляются гормональные перфораты ну имеется ввиду системное орошение вот ингалироваться можно пока вот физраствором у вас увлажнится вот это слизистая если она очень сухая а более детально вот после осмотра лора вот этим зеркальцем во-первых какие-то могут быть изменения на связках это действительно так столько людей уже встречалось она вам тогда это лечение более уточнить то есть может добавить гормон и поделать ингаляции гормонные то есть все таки вот эти через желудок наши как бы препараты все таки это не то все эти системы должны быть через негулазии низко-низко вот эта диспертная система и идти непосредственно на органы вишени поэтому вот эти ингаляции негулазии это даже не ингаляции а мелкие частицы вот этой жидкости попадают туда это вот самый эффективный способ а в общем мои хорошие я не знаю что вы там слышали что это мне удалось записать вроде это та женщина у которой я была в девятнадцатом году кстати и была в конце июня 19 июня была примерно вот вот эти какие-то эти похожие все она исключила сразу аллергию потому что говорит что еще для аллергии рано цветение только-только началось вот и ну как бы для аллергии еще рано а вы уже типа болеете вам уже плохо если бы аллергия была на какие-то домашние то есть на пыль на шерсть там на какие-то средства то она была бы круглогодичная вот а для сезонной она сказала что типа еще рано вот так и еще она сказала что одного кашля вот этого этого ну как бы маловато еще если бы ну как бы не похоже не то чтобы говорит не похоже я не думаю что это у вас аллергия говорит еще обычно слезоточение ну слизистое слезоточение там нос там глаза вот такое проявление вот и что нам в диагнозе основной диагноз это урви остаточное проявление острого ларингита то есть она говорит скорее всего мне кажется по всем вашим описаниям и все 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 у вас просто еще затянувшийся вот этот вот процесс кстати кто-то мне тоже говорил что затянувшийся вроде бы моя лор короче она мне сказала пойти к лору в первую очередь чтобы она мне посмотрела там где-то глубоко внутри все вот и может быть она еще как-то дополнит список анализов каких-то из того что делать дома она мне прописала ингаляции физраствором даже просто два раза в день там в течение семи дней вот так по моему да и она говорит можете лизобакт еще рассасывать тоже там через каждые то ли пять часов по моему то ли что и все а ну и слизистая говорит тоже это важно то есть без фанатизма один раз в день промывайте вот нос да вот это вот все мне как бы насморка нет но промыть есть что как говорится вот какие анализы она мне сказала сдать это общий анализ крови потом srb забыла что это значит тоже какой-то кровь фгдс это трубку глотать девочки и читает это неприятно но это не так страшно так все говорят ну блин в смысле неприятно это нельзя словом одним неприятно это ужасно это страшно это боже мой это это вообще это невозможно даже об этом говорить и думать это возможно такое сделать не только под общим наркозом но общего наркоз я тоже боюсь и тоже боюсь я вот в этом возрасте стала всего бояться я бы не проснуться от общего наркоза понимаете но в сознании быть вообще противопоказано мне ну то есть она объясняла что там желудком что-то может быть какие-то выбросы это тра-ля-ля и та-та-та а у меня в детстве вроде бы болел ну как бы с желудком я по санаториям ездила что-то у меня там живот все время болел надо у мамы еще уточнить по-моему ничего серьезного такого там у меня не было я исключаю сама для себя желудок и это нет я все сдам это нет эхэгэ сердце сказала сделать ну сказала сделать если если я хочу да но она тоже как бы сердце говорит там что-то другое другой немного симптом не такой как у меня короче но говорит можете сделать сердце УЗИ там все посмотрит со всех сторон и просто забудете уже вот УЗИ щитовидной железы и кровь на ТТГ это все с щитовидной железой связано это ну как бы надо сделать это вообще положено женщинам делать как бы я готова впервые сдать этот анализ кровь на иммуноглобулин класса G это то есть проверить антитела вот этого ковида да болела я не болела что она нам покажет что-то она нам покажет что-то она нам покажет ну и консультация лора вот такие дела кровь надо сдавать на голодный желудок УЗИ ну это в Ростове тоже их сеть в Ростове туда я ходила я наверно там с утра пойду все сдам завтра вместе пойдем надо до них дозвониться только и господи опять ветер и дождь представляете вышло сейчас нормально было хотела вам сказать погода наладилась тут опять ветер дождь деревья качает все видите вообще погода адская короче говоря заплатила сейчас 1200 за прием еще мне надо к моему лору значит получается сходить полторы тысячи за прием сделать посчитали сейчас все анализы если сдавать которые она мне написала ой то это будет три три с половиной тысячи короче где-то с УЗИ вместе а вот вот я и пожалуйста на ровном месте шесть тысяч с лишним и нету ой ну главное чтобы честно говоря все помогло мне я нормально себя чувствовала я сейчас поеду просто и я не хочу чтобы у меня где-то в дороге что-то обострение какое-нибудь случилось в общем едем сейчас поеду за Денечкой в садик заберу его и мы на мероприятие которое в прошлом видео вы можете посмотреть вот ну а завтра здесь мы уже с вами встретимся в этом же влоге для вас как всегда пройдет мгновение а для меня целый день и ночь и мы пойдем сдавать анализы вместе девочки я сейчас по радио услышала песню называется она мальчик на девятке но кто ее поет я не расслышала начинается музыка я такая думаю какая то песня из далеких прошлых вполне возможно а может она и даже современная потому что сейчас это может как раз таки зайти но суть в чем что когда я жила в москве я все время искала людей которые пишут музыку потому что я писала тексты да и могла петь и мне очень важно было чтобы мне кто-то писал музыку по аранжировке ну а студия это уже там дело денежное в общем и когда я искала и когда в тот момент искала разных людей сотрудничала с кем-то нашла такого человека он короче пишет музыку но у него и тексты есть ему нужен был голос ничего сложного петь не нужно было ну мы договорились он в королеве жил это недалеко от подмосковья мы договорились что я к нему приеду мне одной было страшно ехать я на тот момент встречалась жила с человеком в москве и я говорю поехали со мной там такой-то человек короче он там записывается у него дома типа студия мы приехали издалека иду мы приехали это такая знаете ну небольшая квартира старая живет он по моему то ли с мамой то ли с бабушкой взрослый человек знаете из разряда такой волосы вот так по коре весь такой сальны таких больших достаточно габаритов даже по моему он и не вставал особо и не передвигался может быть ему было тяжело дома полнейший срач был все это было завешено даже не то чтобы срач ну вообще грязно дома было очень много старого старых вещей и все они были завешены покрывалом типа короче не видно типа все так скрыли покрывалками тоже старые старые ковры старые полы запах такой весь старый ну то есть вообще непонятно куда я пришла есть человек который пишет современные типа песни я не послушала я не пойму то ли я не послушала то ли я только музыку послушала а именно песни он не скидывал сказал приедешь и послушаешь у него была какая-то вокалистка ну типа она там записала пару песен и все там своими делами занимается и все она вроде своими делами занимается и сейчас вот ему нужна вокалистка думаю ну ладно я на самом деле очень нормально отношусь к творческим людям они бывают разные и вообще людям всяким гением им вообще простительно многое они могут быть немного сумасшедшие они могут быть вот такие то есть ну творческие люди бывают разные и гении они всегда с какой-то приколюхой в голове и в жизни поэтому я даю на это скачу думаю ну ладно может быть у него сейчас талантливые песни сейчас он зажгет меня звезду с его песней и музыками моим голосом стану известной и я помню что он мне там поставил песен немного ну они мне показались такие своеобразные конечно не мой стиль но думаю ну да ладно ну а че мне жалко голоса что ли ну тем более опыт позаписывает меня может мы сейчас обработаем аранжируем там все и получится может приколюх какая-то ну и в общем начали записывать мой молодой человек на тот момент ну он очень терпимо как бы да он там слово поперек мне сказать не мог он очень терпимо так относился ко всему что я делаю мог быть не согласен но молчал аккуратно высказывал короче свое мнение все равно на меня очень сложно подействовать это надо так конкретно взять меня за грудки быть в авторитете передо мной знаете чтоб я прям услышала ну и короче суть в том что какие-то песни мы записали и я их взяла своим друзьям послушать когда я принесла своим друзьям послушать мои друзья просто чуть ли не два пальца в рот вставляли себе естественно и говорили что это за говно вообще ты куда пошла записывать ты что это вообще ну это типа я лучше напишу из разряда ничего не понимаю в музыке да сейчас вот я начергаю что-то и траляляляляля я такая думаю ну да наверное я слишком много скачу к нему даю наверное все таки музыка и песня не туда ну просто я сейчас к тому что и я к нему перестала ходить все я к нему один раз или два раза вот так съездила и просто у друзей спросила как вы думаете как вам вот эти песни они своеобразные ну и короче и сейчас начинает играть песенка мальчик на девятке просто такое ощущение что это он я написал потому что вот так вот она прям звучала понимаете прям со всеми этими вставками словами там какие то и у меня аж глаза налопались мне захотелось позвонить своим друзьям которым я показывала эту песню и сказать им смотрите крутят на радио послушайте мальчик на девятке надо узнать кто это поет и просто вообще надо еще поискать может я найду эти песни как я записывала всем доброе утро мы пришли с вами на анализы в итоге я пошла в клинику ну в другую которая мне больше нравится куда я деньку свою вожу здесь немного подороже кстати она не сказала цены мне но УЗИ здесь на 200 рублей дороже то есть в той клинике 800 рублей здесь 1000 рублей это я точно спросила но общий анализ крови там все остальное я думаю там короче еще одна тысяча рублей где-то плюс минус просто здесь как-то мне кажется для деток все более аккуратненько делают в той клинике так вот не совсем там прям для взрослых вот поэтому мы здесь я еще ничего не ела я в 6.30 встала и еще ничего не ела еще и Денька сегодня капризничала из-за телефона пришлось с ним сидеть на улице успокаивать его короче я голодная надо срочно сдать кровь и потом на УЗИ пойду сразу же вот и сразу уже скажут какие-то результаты по УЗИ я смотрю тут деткам поставили новое такое развлечение гардеробную закрыли уже вот красота такая все девочки взяли у меня кровь из вены на все три анализа хорошо что с пальца не брали то есть пальца больно слушайте из пальца больнее из вены не так больно но все равно чувствую себя раненой птицей как будто меня подбили одну мою руку такая прям сразу жалко себе все равно сейчас идем на УЗИ результаты анализ крови будет у нас в течение 24 часов на почту придет а вот УЗИ сразу может быть скажет вот чем я люблю детскую вот эту клинику в которую мы ходим то что здесь все чисто чисто очень классный ремонт для деток вот на каждом этаже есть что-нибудь для них развлекушечка какая-то все кабинеты разрисованы ну понятно за что мы платим по полторы тысячи за прием посмотрели мою щитовидку сейчас выйду расскажу короче мои хорошие я в шоке я если честно просто не ожидала я помню Кристинка мне говорила щитовидку щитовидку надо проверять у женщин типа всегда надо проверять она на многое влияет я в первый раз пошла проверять щитовидку и она мне у вас не очень хорошо тут дела но главное что она сказала кис нет и узлов нет хотя я тоже не понимаю что это ну как бы она говорит это хорошо значит хорошо но у меня типа щитовидка неровная вот смотрите сейчас покажу вам картинку она говорит что ну здесь две видите она говорит что вот эти темные пятна их быть не должно вот оно должно быть все вот так ровненько а у меня видите светлое темное светлое темное что-то там вот к эндокринологу короче сказала пойти щитовидка не увеличенная вот ну то есть вот этот момент вот вот этот момент она говорит что оно может да влиять на вот это вот короче сказала щитовидкой возможно гормоны будут прописывать а это надо сдать на гормоны что-то вот я ттг сдала да она говорит но это недостаточно она как бы показала ттг это здесь я вообще просто не понимаю что о чем а типа 3 ттг короче 3-4 это какие-то гормоны это вот здесь что-то и вот уже доктор скажет как их надо сдавать их там по-разному что-то как-то где-то сдавать и уже потом будет прописывать гормоны типа говорит не переживайте вроде бы как все все хорошо вот познакомились с щитовидкой типа от стрессов что-то там может быть короче и просто она когда мне сказала что не в порядке щитовидка для меня это знаете как будто вот просто какой-то новый мир открылся я не знаю чего-то там может быть не в порядке и что-то может на меня влиять короче расстроена просто чтобы вы понимали я такой человек который ну блин я ничем я не помню просто в своей сознательной жизни чтоб я болела чем-то серьезным и все только касалось там я не знаю гриппа ангина что-то такое и блин каждый мне кажется знает как это лечить и вроде все это какое-то такое нормальное все ну как бы все все решаемо как ты даже не обращаешь на это внимание а когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой которой у тебя никогда не было я вообще не понимаю что это такое что мне придется пить какие гормоны как они выглядят вообще я знаю что от простуды можно лечиться всякими там порошками там всеми делами я же таблетки не пью соответственно что там за таблетки будут как это надо принимать как оно все на меня будет влиять все страшно поэтому немножко шок такой зашла в нашу поликлинику потому что она рядышком тут находилась тем местом где я была думаю да я спрошу что у них там за ситуация с эндокринологом как к нему записываться и она тоже такая что-то нету нету талончики 7 вот я мне еще там справку одну надо было взять и я такая ну ладно говорю и вот так она такая о окошко появилось через час пойдете к эндокринологу я говорю давайте ну раз так повезло мне так что сейчас половина одиннадцатого а эндокринолог в половину двенадцатого у меня запись я еще ничего не ела и вообще такая только проснулась Даньку в сад отвела и в машину прыгнула сейчас короче возьму компьютер маме отвезти потом покушаю и пойду к эндокринологу хоть еще эти анализы крови не готовы но может она скажет мне еще на что надо сдать и если это не нужно натощак сдавать какие-то анализы то я пойду сейчас еще доздам чтобы быстрее были результаты кстати я всегда по возможности если есть там да в регистратуре там или у другого доктора который там рекомендует кому-то обратиться так как у меня нет своих докторов там лор у меня есть мой да все мой лор там наш педиатр у ребенка все там супер я им доверяю никуда никому другому не пойду чтобы всякой ерунды не наговорили и не заставили пить кучу непонятных ненужных лекарств вот а другие доктора очень многих ну как бы нет у меня еще кому бы я доверяла и конечно же я всегда спрашиваю они посоветуете ли кого-то да там и в регистратуре сегодня тоже ну вот наша да я говорю эндокринолог типа то и сё а кому вам нас две я говорю а какая из них самая хорошая да они обе нормальные понимаете не обе хорошие они обе нормальные нормальные бабы понимаете я поняла что ну значит не об одной особо сильно много видимо никто не говорил не хвалил обычно если есть какой-то супер доктор в клинике то все о нем знают как бы да все говорят о вот это вообще наш там вот как например я зуб выходила вырывать когда и просто этого доктора который зуб вырывает там думаю что его так любят ну видимо вот он профи там да но он очень круто все сделал мне просто как будто я же говорю он даже укол делал я не чувствовала ну то есть всегда в клинике есть а тут да нормальные обе нормальные так что я иду и буду уже полагаться на свою интуицию но в принципе что она сейчас ну как то проконсультирует скажет меня я и так все это знаете очень так слушаю потом еще буду собирать информацию оказывается у половины моих родственников щитовидка и кому то и операцию делали короче проконсультируюсь у всех вообще узнаю о щитовидке все вот и это буду короче ну я к тому что когда назначение пойдет конкретное гормонов каких-то да чтобы мне не назначили какие-то плохие гормоны или я не знаю пришла к эндокринологу сижу жду поликлиника наша любимая так сейчас была у эндокринолога молодая женщина прям мне понравилось если честно доверие сник к ней сразу возрастает как-то она вот вообще не отталкивает и вроде как знать свое дело вот она сказала вообще не надо переживать ничего сейчас никаких назначений когда общий анализ придет еще мне сказала сдать т4 свободный т3 свободный а тк тпо вот я сейчас звоню туда где я сдавала анализ и говорю можно я приду доплачу чтобы с этой же крови мне взяли еще вот эти анализы чтобы в течение 24 как бы часов анализ пришел и я сразу же пришла к ней как бы чтобы она уже все это увидела как можно быстрее перед отъездом да чтобы я была спокойна вот сейчас они мне должны перезвонить она говорит я посмотрю ну как бы я сейчас узнаю сколько там крови было взято хватит ли ее потому что опять на голодный желудок это опять утром мне завтра надо ехать дырявить свои руки вот а так она сказала вообще ничего говорит это еще от нервов может быть это надо нервишки еще полечить я говорю к неврологу надо она такая ну просто курс можно пропить успокоительных вот а щитовидка она ничего такого ну страшного не увидела говорит появляются какие-то изменения как например на лице морщины появляются вот на щитовидке тоже появляются вот какие-то такие ничего критичного нет пока да но анализы они уже общий какой-то дадут общую картину и только потом может быть достаточно будет там йода марина вот тетя мне сказала что говорит очень часто у многих просто йода бывает не хватает да вот а может быть что-то еще в общем посмотрим короче уже а я говорю можно к вам попасть как-то без талончика без записи она говорит ну раз вы уезжаете говорит да подойдете она завтра работает я так поняла и в пятницу работает вот и говорит подойдете посмотрим анализы тогда мне прям везет уже куча этих бумажек справок девочки хорошая новость мне позвонили и сказали что хватит крови сейчас я доплачу еще за три анализа и уже мне будет полностью все анализы так ну все девчуленьки я оплатила все в течение 24 часов вот как раз до часу я успела анализы еще не отдавали там все добавили и в час уезжают анализы и уже бывают к вечеру какие-то готовы я прям рада я сегодня это мне прям везет вы видели нифига себе к эндокринологу это надо еще это записаться заранее да а я раз и попала в окошко еще эндокринолог хорошая ну мне прям понравилась она как мне кажется она хорошая прям и анализы все успеть доделать что раньше все придет я может к ней и завтра попаду к ней завтра можно и в пятницу в пятницу во вторую смену она а завтра в первую девочки приехала к маме и она сразу полезла в пакетик что там принесла и такая сразу всем приветик и сразу такая класс я маленькая такая хорошая посмотри вообще на твоей руке да ну вот это вот в сумочку раз положила таскай с собой да у меня где-то такая еще есть но я решила новую купить ну и хорошо глянь ручка такая это не скользящая этой девочке кстати брала где в галамар брала вот вон она нормально выдвигается нормальная длина кстати вот эта поворачивается нет она нигде не поворачивается у меня поворачивается серьезно? да нет это не поворачивается ну будешь поворачивать сама так я вот так держу раз повернула все ну хорошо попробуем видишь все не идеально размер подходит а не поворачивается а ты если дома найдешь у тебя такая она была с поворотом? я не помню но наверное не помню но если найду я посмотрю ладно смотрите мама Чоли меня позвала я же сегодня анализы сдавала она говорит я тебя накормлю приезжай ко мне а она тут и плов сделала и капусточку я же все наложила это же все что все поклала это же все что я люблю она как знала ну она знала что я приеду да? да да я готовилась к войну приеду все любимое мы приготовила кофе приедешь голодная после анализа фрукты не убирайте хорошо я не убираю просто я в краешку все приятного аппетитика приятного аппетитика ржу аппетитика наша семья вся разговаривает в уменьшительно ласкательном повествовании это все от мамы пошло кстати я этого не замечала кстати пока девочки мне какие-то не написали для меня это норма была я не считала что там кого-то там стульчик там яблочко а потом кто-то написал что а я теперь понимаю типа в кого это или что это говорит у мамы чоли всегда говорит слышу типа вот такое все тититики тититики и я только начала тогда обращать внимание в 35 лет буквально недавно понимаешь это для нас нормальное общение уменьшительно ласкательное а у тебя от кого пошло интересно да не от кого я сама себя воспитывала просто любить капусточку рисочек хлебушек девочки а вы знаете вообще чем я тут занимаюсь расскажи может сама расскажешь помните компьютер который дарила маме а я тебе на новый год его дарила жж вот снимали вот и только он приехал потому что дочка долго настраивала там его уже не было времени стыдно мне стыдно каюсь установили там программу установила которую маме нужно и вот теперь она выводит для вас тут уже фильмец первый раз пробует будет засекать по времени потому что на ее компьютере вот в котором она работала у нее там долго вывод идет и она еще не может сразу файлы напрямую в программу закидывать она сначала в одну программу закинет там про этого это все и медленно работает и медленно работает старенький наверное медленно работает поэтому поэтому вот так а я вот решила косметику снять потому что я поеду сейчас в солярий хоть мне и доктор сказал что щитовидка не любит солнце я говорю а как же я же в солярий хожу она поулыбалась но она говорит у вас как бы ну не страшно у вас еще не та ситуация где нужно прям солнце избегать все дела но имейте ввиду но я сейчас набираю немного загарчик кстати после первого раза я уже смотрю я такая прикольная тело прикольное я думаю что я до отъезда там между я почитала в интернете что между первым и вторым сеансом когда вы набираете только загар должно пройти 48 часов а потом можно каждые 24 часа ходить вот поэтому 48 часов прошло сейчас я поеду позагораю заберу денечку с садика а потом каждый день буду ходить понабирать и уже Аня написала что говорю хочу сделать вот этот вот загар помните который я делала моментальный и говорю перед поездкой прям непосредственно говорю воскресенье бы в понедельник уезжаем воскресенье прям классно было бы она говорит ну я постараюсь ну или в пятницу тогда если это воскресенье получится короче снимаю косметику с мамой болтаем мне кажется я так много времени у тебя еще не проводила здесь никогда потому что потому потому что потому я не скажу почему потому что смотри ты когда с Денькой приходишь мы с тобой толком поговорить не можем потому что Денька много внимания на себя отвлекает это да то он там на диване попрыгает то ему что-то хочется то еще что-то а когда мы сейчас с тобой вдвоем мы с тобой вдвоем общаемся Спокойно общаемся, о том, о сём можем пообщаться. Поэтому я тебе и говорю, приедь ко мне сама, чтобы мы могли спокойно настроить это. Надо мозги включать, чтобы никто не отвлекал. Приедь ко мне сама. И вот она, я спустя 30 лет приехала. Ладно. Ну, короче говоря, мы вышли с мамой, она меня такая провожает, а я иду до машины и понимаю, что я забыла сумку свою. Хорошо, что в ней ничего стеклянного нет, хотя есть. Там лежит зодок, противоаллергичный. Я говорю, мам, ну давай поднимайся, скинешь мне с окна, там просто лифта нет, этаж высокий. Просто мы такие в шоке, понимаете, да? Туда-сюда никто не хочет мотаться за сумкой. Но ей-то всё равно домой подниматься. Я говорю, ну давай замотай в пакет и скинь мне. Так что сейчас будет скидывание, как в старые добрые времена пакета с чем-то. Так раньше ключи кидали, ещё что-нибудь забыли. Не как же было подниматься? Я надеюсь, что не разобьётся зодок. А тут ещё лужа у нас, смотрите. Я надеюсь, что в лужу не упадёт пакет. Вон с того самого высокого окна практически с крыши будут кидать. Кстати, мне казалось раньше в детстве, что этот дом намного выше. А тут даже лицо разглядеть можно с окна. Вон, мамочоль. Ну давай. Ну там зодок у меня лежит. Ну я думаю, нормуль, кидай. Ну пойдёмте смотреть. Большой пакет. По-моему, он разбился. Уйди, кошка. Уйди-ка. Вот. Донышко упало, а он был полный, девочки. Блиндец. Тут у меня стекла, короче, там пипец. Ну чё, девочки, есть нормальные просто люди, которые подумают, ну блин, зодок может разбиться. Вытащу-ка его. А есть такие люди, как я, которые... А, кидай, нормально всё будет. И у тебя дно отваливается. Очень много мелких стёкол у меня в сумке. Я сейчас аккуратно повытаскивала документы. Кое-что там подзалилось. Ну хорошо, что паспорт, самое главное, не залилось. Деньги тут у меня. Вот всё вытащила. Ну чуть-чуть подзалилось. Мокрое. Вот паспорт чуть мокрый тоже. Блин, паспорт чуть подзалился. Вы видите? Трындец. Короче, трында и ванная. Трындец. И теперь даже не знаю. Это же не вода, которая высохнет и всё. Это какое-то снадобье. Может, так и останется. Оно жирноватое немного. Жесть какая-то. Короче, я поехала в солярии. Время покажут, что останется там от всего этого. Отвлечёмся немного от того, что всё залило. В сумке много мелких осколков. Я даже не знаю, как сейчас её промыть и прочистить, чтобы эти осколки нигде не остались. Ну, можно в стирку закинуть, но где эти осколки? Может, они где-нибудь прилипнут там на машинке стиральной? А потом ребёнку буду стирать вещи, и где-нибудь на одежде у него прилипнет. Что-то я переживаю. Сейчас, короче, как-нибудь аккуратненько дома попытаюсь. А так повытаскивала, всё, всё, залит он нахрен. Вот. Отвлечёмся и по поводу здоровья. Ой, крошки мои. У меня села батарейка, короче, на камере. Но, в общем, много мыслей всяких хотела вам сказать. Уже столько всего что-то произошло, мне кажется, за этот вечер. И села читать ваши комментарии там под постом. Фу, под постом, под видео. И, во-первых, я хотела сказать, что я сегодня целый день хожу и думаю, почему терапевт отмела аллергию? Почему вот она так отмела аллергию сезонную? То есть она сказала, что сезонное – это не время. Но отополенный пух, вот он уже начинает лететь. Короче, мне кажется, что сезонную аллергию отметать не надо. И если ничего не найдётся другого, то я вполне думаю, что тоже аллергия имеет место быть. Вот здесь я немножечко так не согласна с ней насчёт аллергии. Потому что всё-таки, да, цветёт. Всё цветёт. Уже цветёт. Почему на это не может сейчас быть аллергия? А именно вот потом. Ну, как-то странно мне это показалось. Это один момент. Я почитала ваши комментарии, и у многих кто-то говорил мне про хронический танзелит, что к лору надо пойти. Да, и это, кстати, мне терапевт написала, что к лору надо пойти. У меня лора хорошая, я к ней пойду, запишусь тогда. Потому что я пока сомневалась, думаю, да вряд ли, вряд ли. Но надо сходить, наверное. Также она мне прописала ингаляции, насколько вы помните. И одна из девочек тоже сказала, что вот в комментариях, а, в директ написала мне в Инстаграме, что у неё тоже такое было, и тоже доктор ей прописала ингаляции, и всё прошло. Я вот сейчас не вырезаю даже кашель, чтобы вы понимали, какого он более-менее характера. И целый день меня прям сегодня вообще конкретно беспокоило. Вот как будто у меня вот здесь что-то мешает мне в горле, понимаете? Меня не столько кашель беспокоит. Хрен бы с ним, кашель да и кашель. Сухой, да, там мало ли о чём может быть. Вот правда не так беспокоит. И как-то не страшно, чем когда идёт какое-то сдавливание в горле. Когда, вот я начинаю разговаривать, видите, и кашель учащается. Сейчас его чуть меньше будет. И вот какое-то сдавливание целый день. У меня панические атаки постоянные. Мне, кстати, эндокринолог сказала, что вот это панические атаки у вас. Нервишки надо лечить. Кто-то в комментариях мне написал, даже просто хочу всё прокомментировать успеть, сказали, что типа панические атаки, траля-ля, это вот там первый звоночек организма на то, что что-то ты там все подавляешь, что-то тебе не нравится. Да блин, девочки, элементарно. У меня не так давно была такая чувствительность какая-то организма, что я чувствовала каждый стресс, каждый стресс малейший в своём организме. И я вам скажу, что да всё стресс, ё-моё, ты есть хочешь, твой организм получает стресс. Не знаю, воспитание ребёнка – это вообще один стресс. Ну просто он там, я не знаю, полез, там что-то кружка, или он сегодня пальцы в горячее сует, понимаете, я уже стоять там. Это стресс, понимаете? Это нельзя. Так всё, выключаем телевизор, телефон не брать, мамин. И каждый раз, когда ты так говоришь, это на самом деле стресс. Я это почувствовала. Я раньше думала просто, что стресс – это только когда ты сильно кричишь, нервничаешь, там что-то у тебя в жизни, трындец происходит. Я уже где-то во блогах это говорила. Но нет. Стресс – вот эти мелочи. Просто был у меня период небольшой, когда я каждый стресс чувствовала на себе. Нормально я вообще там стою в трусах? Не видно? Если что, масштабирую. И да, это всё стресс. И когда она мне говорит, там нервы, я всегда говорю, одно воспитание ребёнка чего стоит. Это стресс. И тут как бы… В целом меня в жизни, конечно, всё устраивает. Я в последнее время высыпаюсь, нет каких-то таких, знаете, прям конкретных вещей, от которых бы я прям так нервничала. Ну, бывает, что ребёнка, когда ругаю, всё-таки приходится быть строгой и делать, потому что иначе на голову сядет. Тем более мальчик. И как бы мне надо проявлять строгость, жёсткость где-то. Я должна показывать, что конкретно есть какие-то вещи, которые нельзя. Ну, и он тоже может нервы помотать. Он у меня с характером. Он не такой, чтобы, знаете, молчать сразу и всё. Он со мной борется, отвоёвывает территорию, отвоёвывает свои права. И, короче, ой, Господи, приходится очень тяжело. И, конечно, я каждый раз, когда там какое-то повышение голоса идёт, нервяков каких-то, я очень сильно переживаю. Бывает до того, что… Ой. Ну вот. Ну, болевшая тема, да. Бывает до того, что я вот его поругаю, там поругаю, но прям вот он не слышит, да, по-другому. Мне приходится сильно ругаться, сильно нервничать, да, там. Я бывает прям просто бессил. У меня прям такое ощущение, что такой один какой-то процесс воспитания, да, когда вот серьёзно нужно поговорить, и что-то решить, чтобы тебя там услышали, либо в моменте происходит, да, какой-то ситуации, и просто чувствую, что моя энергия вся высосана в этот момент. Вот. И бывало такое, что я вот, ну, поругаюсь, поругаюсь вот так, и всё, мы вроде поняли, уже помирились. И он там подходит ко мне, там, мамочка, мамочка, «Любишь?» Я говорю, «Конечно, люблю тебя, конечно, но я ложусь на кровати, чувствую, что у меня нет сил просто. Ну, знаете, это тяжело. Ну, может, мамы меня поймут». И это не так. Лена, я в точку попала, видимо, да, я даже не думала, что я буду плакать сейчас. Это, это нормальные, на самом деле, воспитательные вещи, и я даже не скажу, что я прям много нервничаю, там, с ребёнком. Он у меня достаточно понятливый, такой ласковый, да, и как бы всё хорошо. Но есть дети, чувствуют всегда границы, да, там, пытаются, пытаются почувствовать границы, да, свои расширить, мои уменьшить. Это нормальная тема, просто я привыкла вообще к спокойствию, к спокойствию, к какому-то равновесию, я вечно ловлю дзен, соответственно, когда происходят вот такие какие-то вещи, эмоциональные, причём, я же говорю, я даже не считаю за какие-то прям серьёзные такие моменты, что это может влиять там на психику, потому что, я же говорю, для меня там стресс, это что-то серьёзное, там, я не знаю, там, да даже украли деньги, если у тебя там, я не знаю, с кошелька, это тоже не такой стресс, но, наверное, я не знаю, там, ой, смерть близкого человека, я не знаю, какой-то, вот что-то такое, понимаете, для меня стресс, или вот когда ты там сильно любишь, знаете, вот по молодости, когда ты там сильно любишь кого-то, и вот какая-то у вас там нелюбовь, тебя не слышат, не понимают, и ты такая, а, всё, там, несчастье, там, расставание, вот эти все вещи, да, и ты прям плачешь там дни, ночи напролёт, вот это стресс, да, там, или может, когда ты болеешь, у тебя конкретно что-то болит, и ты такой прям вообще на стрессе, весь ни о чём не думаешь, там, да, или когда кто-то ругается, дерётся, знаете, вот эти конфликты, особенно драки, да, это стресс, вот какие-то такие вещи, а какие-то остальные, я вообще не считаю стрессом, и тем более это, но вот не так давно я поняла, что это, на самом деле, это всё стресс для организма, ну, просто кто к чему привык, да, а мой организм, короче, хрен его знает, к неврологу тоже мне надо пойти, короче, вот вывод, к неврологу, к лору, и аллерголога, я тоже не исключаю, ну, и что касается желудка, и всех этих моментов, потому что это тоже может быть, это в последнюю очередь, потому что, вот трубку вообще, я не могу глотать, это нет, это вообще не для меня, и всё что угодно, как-то может по-другому можно посмотреть, но только не трубка, поэтому я надеюсь, что у меня что-то другое, не с желудком связанное, вот, сердце ещё может быть, кашель может быть сердечный, да, дофига всего, короче, дофига всяких разных причин, в общем, выясняем, ладно, спасибо вам за ваши комментарии, за ваш опыт, это реально очень полезно, интересно, вот я прям к лору склонилась, что надо пойти именно из-за ваших комментариев, потому что многие рассказывали историю свою, что именно такой вот кашель, и именно вот какой-то хронический танзелит, или хронический бронхит, кто-то писал, да, и тоже есть лечение, и оно всё пропадает, так что, всё, выясняем, лечимся, нормально, я тут вообще выгляжу, потом, вот я шутка, я пишу её. Продолжение следует...